Коня на скаку остановит. Самая сильная женщина по знаку Зодиака. Кто она? 12 место. Рыбы. Будет мечта уровня коллапса в центральной части галактики. Учитесь. 11 место. Весы. Ура! Наконец-то весы совершенно точно определили, с чего они хотят. Вернее, не хотят. Весы не хотят быть сильной женщиной. То есть даже в том случае, когда небесная канцелярия отсыпала весам силушки богатырской на троих девочек, весы будут старательно прикидываться хрупким цветочком Солнцем Полимым. Просто потому, что в этом амплуа проще позволить себе сомневаться по любому поводу и чуть ли не годами принимать решения. И в этот момент ничего не делать, конечно. 10 место. Близнецы. На 10 месте. Близнецы. Хеосубличность. Сильная женщина. Совершенно очевидно запросто растолкала бы тройку лидеров и заняла первое место. Но для этого ей нужно для начала занять первое место среди всех остальных близнецовых субличностей. А это извините. Против лома нет приема. Субличности слабая женщина. Женщина, которая не определилась и вообще не очень-то женщина, просто давят ее массой. Правда, в случае необходимости сильная женщина из близнецов вылупляется, но только в той ситуации, когда уже, знаете, не до рейтингов. И поэтому 10 место. 9 место. Рак. Раки ошибочно производят впечатление дам абсолютно двужильных. А некоторые и под настоящую бой бабу маникрировать не постесняются. И в целом им это удается блестяще. На панцирь рака можно многое навалить. Рак и выведет, и не пропадет, и клешней вовремя клацнет так, что полетят клочки по закоулочкам. Но в целом рак совершенно ни капельки не боец. И за это получает почетное 9 место. А мы получаем от рака традиционную оплеуху за то, что опять глупостями занимаемся. Посуду бы лучше помыли. Бездельники. 8 место. Дева. Дев принято считать сильными женщинами. Но мнение это ошибочное. Дева тот случай, когда бодливой короле небесная канцелярия рогов не выдала и правильно сделала. Так что дева просто скрывает все слабости довольно успешно прочь и добивается своего с помощью доброго слова. Хотя, конечно, подозревают, что с помощью пистолета и доброго слова добилось бы большего. 7 место. Скорпион. Неожиданный поворот. Роковым скорпионихам достается всего лишь седьмое место. Не потому, разумеется, что они такие уж слабые. А потому, что сила в их арсенале методов манипулирования жалкими и смертными тоже не входит даже в первую пятерку излюбленных. До чего этой силой добьешься, спрашивается. Силой только ломать что-нибудь хорошо. А ломать скорпионы не любят, потому что это любой дурак сумеет. Сила есть, ума не надо. Вы вот попробуете жертву низводить и укращать годами, причем так, чтобы ее метафизические потроха в фарш перемололись, а снаружи все целеньким осталось. Вот это скорпион понимает. А сила эта ваша? Тьфу! 6 место. Водолей. Почетное центральное место в этом гороскопе занимают водолеи. Не то, чтобы они не могут определиться, куда им, к умным или красивым, а просто в любой непонятной ситуации действуют сообразно в водолейской натуре. По принципу нормальные герои всегда идут в обход. Быть сильной женщиной им, в принципе, не нужно совершенно. Но с другой стороны, и слабой женщиной водолея назвать, значит расписаться в том, что в людях ты разбираешься чуть лучше инфузории туфельки. И мы решили справедливо отдать водолеям золотую середину. 5 место. Лев. Открывают пятерку литеров львицы. Женщины, в чьей силе никто никогда не сомневается, но на чью хотя бы минутную слабость кто-то постоянно надеется. Не дождайтесь, говорит наш магический шар. Но нам кажется, что он все-таки немножечко врет. Мифы и легенды его внутреннего мира рассказывают, что слабости львицы иногда поддаются. Но, правда, свидетелей этого в живых не оставляют. Что есть, то есть. 4 место. Стрелец. Чуть-чуть не дотянули до тройки лидеров стрельцы. Прирожденные девы-воительницы, способные легко нанести добро всем хорошим людям путем убиения всех плохих. Медалями достаются только за одно качество – за непоследовательность в деле приложения женской силушки к земной оси. В том смысле, что вот только что стрелец была готова убить всех плохих, как бац, у нее настроение поменялось, и она уехала прилагать свою силу к собственной буйной головушке. В каком-нибудь индийском ашраме. Развазаривает дар. 3 место. Телец. Бронзовая медаль достается тельцам, женщинам, наделенным такой силой, что с ее помощью можно было бы запросто поработить весь мир и еще пару галактик в придачу. Но на наше с вами счастье тельцы свою силу никогда не растрачивают на такие глупости, когда есть действительно важные вещи. Например, сделать себе любимой хорошо. А вот кто попробует тельцу помешать, тот сам дурак виноват. У нее же на лбу написано «Не стой под стрелой, расплющит же». 2 место. Овен. Серебряная медаль достается овнам, женщинам, перед которыми можно ставить любые препятствия и с удовольствием наблюдать за тем, как овен разносит их чертям свинячьим под свою любимую мантру «Пренебречь, вальсируем». Правда, стоит учесть, что силу овны прилагаю даже там, где это вообще не требуется, и даже там, где нужно было приложить что-то совершенно иное. Ну, там, хитрость, к примеру. Не то, чтобы овны этого не умели, просто не понимают, зачем. Всегда проще весь мир насилия до основания разрушить, а затем кто-нибудь придет и заново построит, зато на чистеньком. 1 место. Козерог. Почетное первое место, медаль и девятихвостая плетка в подарочной упаковке достаются козерогам, самым сильным женщинам-зодиака. Во-первых, непосредственно за силу с большой буквы «С». Во-вторых, за чистоту помыслов, благодаря которой сила никогда не используется кому-то во вред. Ну и, в-третьих, за искреннее стремление нанести добро ближнему изо всех своих козерожных сил. Для того, собственно, и плетка. Ментальные пинки козерога не каждый, знаете ли, выдержит. Пожалуй, хватит. Друзья, мы с вами знаем, что очень часто гороскопы помогают людям лучше понять собственные возможности и узнать те пути, с помощью которых достигается успех, счастье и гармония. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все интересное здесь. Субтитры создавал DimaTorzok